Добрый вечер всем, кто присоединился к нашему эфиру. Центр журналистских расследований приветствует вас на телеканале Черноморская. Кость нашей студии Андрей Клименко, ведущий эксперт фонда Майдан закордонных справ, один из его основателей из дальних странствий, возвратясь со своим большим сердцем красным и взглядом наблажается с первой елочкой, которая появилась в нашей студии. Время подводить итоги, я так поняла, этот намек, Андрей, да? Добрый вечер. Конечно, добрый вечер. Итак, я хотела бы поговорить в этой части нашей программы о том, во-первых, на ваш взгляд, какие результаты энергетической блокады, которая как бы завершилась и не завершилась, ждем все конца года опять-таки. Во-вторых, поговорить о том, реально ли морская блокада, и тут нам очень пригодятся и нашим телезрителям ваши наблюдения в части передвижений вокруг Крымского полуострова. И, в-третьих, я бы хотела поговорить сегодня о материале и пообщаться по скайпу с нашим коллегой Александром Поддубным, который опубликовал вчера вечером интересные материалы. Он утверждает, что Россия в ответ на действия Украины начала морскую блокаду Украины. Итак, начнем все-таки с блокады энергетической. На ваш взгляд, это провал действий участников акции блокады Крыма, это мудрость украинского руководства, которое старается сохранить, скажем так, благосклонность жителей Крыма к себе. Победили схемы, существовавшие и упавшие вместе с порами электропередач. Что произошло и что это все означает? Ну, конечно, это не провал, потому что графики отключений в Крыму сохранились. И на сегодняшний день они, естественно, сохранились большей частью в западной части Крыма, в Севастополе, в районах около Севастополя. Это абсолютно объяснимо, потому что подать туда, для того, чтобы подать туда электроэнергию, которая идет по энергомосту через Керченский пролив, это большая техническая проблема. Нужны лэп, нужны подстанции. Это все строится бешеными темпами, этого еще нет в полной мере. Поэтому нет в полной мере и снабжения электроэнергии. Кроме того, все сообщения в СМИ, что вот, все хорошо, у всех есть свет, они, естественно, стыдливо умалчивают, что света как не было, так и нет на промышленных предприятиях. Света как не было, так и нет на, например, троллейбусной трассе Симферополь-Ялта. И это говорит о том, что, в общем-то, и расчеты так показывали, что энергомост плюс включение вот этой ветки, которая идет на завод «Титан», оно позволило в значительной мере процентов на 70-80 удовлетворить потребности бытовых потребителей, населения. Плюс надо учитывать, что, конечно, туда Россия завезла очень много генераторов, причем очень мощных. И это не провал, это означает, что энергоблокада достигла одной из целей. Ну, Россия потратила сотни миллионов рублей дополнительно из неизвестных источников на то, чтобы эти генераторы приобрести, купить, доставить вплоть-то там с Дальнего Востока. Вот. Кто победил, я думаю, что пока ничья. Отчасти победили схемы, так, и мы понимаем, что это схемы господина Дымчишина и Ценюка там, Я бы сказала, это схемы господина Григоришина, Григоришина, партнера господина Порошенко, Фиртыша, Порошенко и так далее. И их человека Дымчишина. Да, значит, но вместе с тем там риторика, которая вокруг этого, плюс сегодняшнее постановление Кабмина, плюс заявление Ценюка о том, что решение о поставке, не поставке электроэнергии в Крым – это прерогативы РНБО. То есть оно выводит эту проблему, наконец, в публичную плоскость. В публичную и выводит в плоскость принятие, если пока что не законов, то, по крайней мере, актов Кабинета министров, которые все равно регулируют эту сферу, сферу передвижения товаров и всевозможных ресурсов на оккупированную территорию. То есть можно сказать, что уже как-то выкристаллизовывается государственная политика в отношении оккупированной территории Крыма? Нет, я не думаю. Она, на мой взгляд, высшее политическое руководство Украины, по-прежнему лавирует под ударами гражданского общества. В общем-то, гражданское общество за все это время показало себя как больший государственник, чем президент Украины, премьер-министр Украины, и же с ними. Но той цели, которая все-таки, одна из целей, которая была поставлена, но которая не заявлялась так, как заявлялась, допустим, освобождение политических заложников, цель сделать Крым дороже для оккупантов, она, конечно же, достигла. Безусловно. И это самый главный момент, наверное, в этой истории, потому что вы сказали о сотнях миллионов, а вот по подсчетам Сергея Макрушина, который на протяжении всех этих последних месяцев ведет учет по открытым источникам информации. Это и сайт государственных закупок Российской Федерации, это и просчеты, которые делаются экспертами по затратности тех или иных работ, связанных с обеспечением большей генерации на самом полуострове, потому что по нитке, которая проложена, и даже по двум, которая проложена по дну Керченского пролива, по мнению экспертов, которых мы опросили, идет не больше 98 на сегодняшний день мегаватт, а больше они не могут, потому что нету... Мощностей в Краснодарском крае и здесь, да. Поэтому и сгорел в первые же дни энергомост, так называемый, и ремонтировался. И поэтому я хочу предложить вам, нашим телезрителям, посмотреть очередной сюжет Сергея Макрушина о дорогом Крыме, дорогом для России имеется в виду. В частности, это затраты на строительство энергомоста. Энергомост – один из больших инфраструктурных проектов, которые Россия обещала Крыму за референдум. И блокаут, названный энергетической блокадой Крыма, заставил Москву ускорить выполнение хотя бы этого обещания. Разрешите дать команду диспетчеру? Диспетчер Крымской энергосистемы. Доложите о готовности соединения Крымской энергосистемы с Единой энергетической системой России. Крымская энергосистема готова к соединению Единая энергосистема России готова принимать нагрузку в Киево-20, приступать к набору нагрузки и включению потребителей в Крымском энергосистеме по кабельной воздушной линии «Саманька-Машбурумская». Александр Ильич, сейчас пойдет набор нагрузки. Спасибо, поздравляю вас. Энергомост запущен частично и с проблемами. По сегодняшний день подключены лишь две нитки первой очереди энергомоста. И отключения в Крыму продолжаются, правда, по более щадящим графикам. Это не позволяет оккупационным властям Крыма не отказаться от поставок украинской электроэнергии по восстановленной линии Каховка-Титан, ни свернуть мобильную генерацию, которая обходится в разы дороже обычной. Эксперты прогнозируют, что Крыму придется терпеть отключение еще год или даже два. Независимо от того, как быстро будет проложен энергомост, впереди еще долгий процесс разворота крымской энергосистемы в сторону России и ее балансировки. Работа энергосистемы далека от формировки надежная. Поэтому, думаю, что будут сбои, аварии и полностью, скажем, наладить работу у ДАСа через год, а некоторые специалисты прогнозируют и через два. То есть для этого необходимо либо достроить блоки на ТЭЦах крымских, либо построить тепловые электростанции, что тогда обеспечит полноценное решение. Ну, либо, так сказать, обеспечить нормальную работу моста, что будет очень проблематично, исходя из климатических условий, связанных с особенностями Керченского пролива. Слова эксперты подтверждают и так называемые власти Крыма. На полуострове признают, что даже после обещанного в апреле полного ввода энергомоста в эксплуатацию, проблемы энергоснабжения в Крыму решены не будут. Мы рассчитываем, что нормальная жизнедеятельность полуострова будет, когда у нас будет возможность обеспечить 1350 мегаватт. Я лично ориентируюсь на эту цифру. Графики будут. Мы будем стараться по максимуму обеспечивать временем энергоснабжения. Но в то же время в дневные часы мы сейчас проводим работу по выработке методики обеспечения промышленных предприятий. Энергомост в Крым наиболее реальный из обещанных крымчанам грандиозных проектов, как мы и говорили в начале года, сообщая о закупке почти на 14 миллиардов рублей. Тогда еще не была опубликована вся конкурсная документация. Имени подрядчика мы тоже не знали. Что именно из себя представляет энергомост длиной 14,5 километров, мы можем понять по тендерной документации. Общее количество линий этого моста зависит от того, какой вариант был выбран в итоге. Однофазное исполнение, при котором в 4 рабочих цепи входят 12 основных и 4 резервных кабеля, либо 4 цепи на 4 основных и 2 резервных кабеля. Утверждать, какой вариант выбран в итоге, мы не можем, так как финальная редакция договора не опубликована. Добавим еще, что стоимость конкретно кабельного перехода почти 14 миллиардов рублей – это далеко не полная стоимость подключения Крыма к российской генерации и обеспечения его энергетической независимости от Украины. Всего на программу энергетического развития Крыма запланировано порядка 47 миллиардов рублей до 2020 года. И включает она в себя строительство коммуникаций, подстанций и новой генерации. Без всего этого комплекса сам по себе кабельный переход не может быть эффективным на все 800 мегаватт проектной мощности. А несбалансированность сети может привести к авариям, как это уже было после запуска первой нити энергомоста, которую попытались вывести на мощность более 200 мегаватт. Когда сейчас через нее энергосистема Крыма способна принимать не более 100. Там нету подстанции достаточной мощности. Еще не созданы в необходимых объемах линии электропередачи. То есть они топологию еще не перестроили под... 800 – это то, что с Украины они получали. И нету сейчас топологии, которая бы полноценно обеспечила такие объемы. То есть они систему еще не развернули для получения электроэнергии с этого направления. Поэтому спецы, ну, Цукорэнерго, говорят, что не меньше года для создания необходимой инфраструктуры, энергосистемы, чтобы полноценно мог работать мост. Плюс в попыхах, так как они его укладывают, вполне возможно, что еще здесь будут проблемы, связанные с качеством работы. Слишком, ну, такие вот, достаточно сложный объект, его в сжатые сроки делали, как там, что там, тоже непонятно. То есть, повторюсь, я думаю, что в течение года еще будут проблемы, связанные с внештатными режимами, внештатными ситуациями, перегревами, отказами, аварийными ситуациями. Дай Боже, чтобы у них энергосистема не развалилась. Но 47 миллиардов на сращивание крымской энергосети с российской – это далеко не исчерпывающие расходы России на крымскую энергетику. По выражению так называемого первого вице-премьера Крыма Михаила Шеремета, в Крыму генераторы топят деньгами. Мы топим эти дизель-генераторы деньгами. И, как правильно сказал коллега, эффективность и стоимость – это колоссальная. Безусловно, это не отразится никак не в населении, но нам надо минимизировать, потому что дизель-генераторы по техническим условиям, они рассчитаны на определенный срок работы. Например, 6 часов отработали, полностью сливаются, меняются фильтры, проводится регламентный ремонт, после опять запускается. Но еще раз, эффективность их – это только исключительно в режиме ЧАЭС. Сколько всего денег улетело в топку крымских генераторов, посчитать достаточно сложно, но самые крупные заказы на поставку топлива мы озвучим. Мобильные газотурбинные станции, о которых мы вам также уже рассказывали, закупают дизельное топливо в огромных количествах. Если за первый год на работу МГТС в Крыму было потрачено порядка 5 миллиардов рублей, включая охрану и аренду земельных участков, то сейчас темпы сжигания денег выросли в разы. Полугодовую норму расходов МГТС выполнили за ноябрь-декабрь этого года, потратив только на закупку и перевалку дизельного топлива свыше 2,5 миллиардов рублей. Это речь идет только о 13 мобильных газотурбинных электростанциях, закупщиков топлива для крымских генераторов множество, и перечислять их всех не хватит эфира. В качестве примера приведем Крымэнерго, которая только за ноябрь-декабрь закупила дизельного топлива как минимум на 167 миллионов рублей. Сколько всего денег потрачено на обеспечение Крыма электроэнергией в режиме чрезвычайной ситуации, не говорят ни в Крыму, ни в Москве. Однако, судя по озвученным нами суммам, в случае если кризис в крымской энергосистеме продлится еще около года, то энергетическая независимость Крыма от Украины обойдется Россию уже не в десятки миллиардов рублей, а с лихвой перевалит за сотню. Пока пауза, скажем так, в энергоблокаде. Непонятно, что будет с нового года. Посмотрим, какое решение будет принято СНБО. Прогнозировать лично я не базила, не знаю, может вы рискнете. Тем временем, инициаторы блокады, в частности, Ленур Ислямов заявляют о необходимости проведения морской блокады. И очень многие люди сказали, что это какая-то либо пугалка для оккупантов, либо же безответственное заявление по той причине, что никаких ресурсов, естественно, для того, чтобы блокировать Крым с моря нет у гражданских активистов, даже с учетом того, что к ним вернется правый сектор. Тем не менее, пошли уже объяснения, в частности, Мустафа Джамилев, вот в интервью «Зеркало недели» сказал о том, что это возможно. Будет контроль за выходом судов из украинских портов, в которые хлынули товары, которым была перекрыта дорога на административные границы сухопутные. И они пошли морем, где-то там на рейде в проливе или где-то они перегружаются на баржи уже российские и перевозятся таким образом в Крым и различные материалы. Ну, Ленур Ислямов темнит, скажем так, предлагает дождаться Нового года для того, чтобы мы поняли, что же будет происходить. И говорить даже о банковской какой-то блокаде. На ваш взгляд, что может быть? И есть ли смысл? То, что Ленур Ислямов темнит, он правильно делает. Потому что уже когда он впервые, там пару недель, по-моему, еще назад произнес слова «морская блокада», то оккупанты резко усилили охрану своих судов в Керченском проливе. То есть он их заставил этими своими высказываниями лишний раз напрягаться, ну и хорошо, пусть напрягаются. Если говорить, конечно, там нет ресурсов для того, чтобы в территориальных водах что-то там производить морское. Хотя, в принципе, существуют ресурсы, скажем, по образу и подобию «Гринпис», когда они на лодках резиновых подходят там в разных регионах мира, да, там, например, к судам, которые ведут или промысел китов, или добывают, значит, там, нефть добывают, загрязняя окружающую среду. Вот. То есть такие вещи теоретически возможны, они не очень затратны. Вот. Но я думаю, что главное здесь, и Мустафа Джамилев правильно сказал, что нужно перекрыть вот те схемы, о которых и Майдан Закордонных справа, и Блэксиньюз, и, по-моему, Центр журналистских расследований, мы с вами говорили уже несколько месяцев назад, что буксир берет баржу с товарами, там, например, в Херсоне или в Очакове. Или в Николаеве. Тащит ее в нейтральные воды, там подходит русский буксир, баржу эту перья охватывает и ведет ее в порт. Баржа не имеет приборов автоматизированной системы идентификации, поэтому это как бы уходит из поля зрения общего. Но оно не уходит, я хочу подчеркнуть, из поля зрения морской погранохраны и не уходит из поля зрения военно-морских сил Украины, потому что они обладают возможностями спутниковой связи и радиолокационных систем для того, чтобы эти вещи отслеживать. Поэтому, если на берегу Херсонской, Николаевской, Одесской, кстати говоря, областях будет введен контроль за такими операциями, то это будет совершенно правильно. И это может быть эффективно. Да, но русские уже сказали, что они просто будут стрелять на поражение. И если вдруг кто-то там неправильно на них взгляд себя будет вести, и то, что мы наблюдаем сейчас тем, как российские военные корабли ведут себя в отношении турецких рыболовецких, сейнеров, шхунда, мы понимаем, что они не шутят, что будут стрелять. Ну, мне кажется, что на самом деле там это больше они говорят в микрофон, в телевизор и вообще в информационное пространство. Ну, я еще раз говорю, думаю, что здесь не нужно даже вести речь о том, чтобы что-то перехватывать в море. В конце концов, это связано не только с большими затратами, но и с риском для жизни. Потому что в море, извините, бывают шторма, волны, там эту лодку или там резиновую, или нерезиновую. И не рыбокам, и морякам лучше это не заниматься. Абсолютно. Тем не менее, Украина, на ваш взгляд, вы на протяжении многих месяцев, уже скоро два года, полтора года точно, ведете мониторинг Майдан закордонных справ и портал Black Sea News. Ялтинский ведет мониторинг, составляет так называемые черные списки. Списки судов и воздушных, и морских, которые нарушают санкционные требования и летают в Крым, либо же ходят в порты крымские. Среди них больше всего было турецких. Сейчас они оставляют Крым и переключаются на украинские порты. Пока что мы не слышали о том, что кто-то из них будет наказан. Тем не менее, Украине не удалось все-таки сделать морскую блокаду, в отличие от воздушной. Все-таки международных рейсов нет. А вот морские суда, они все-таки продолжали ходить в крымские порты, перевозили различные грузы, как из оккупированного Крыма, так и в него. И таким образом, никакой блокады Украина не смогла организовать. Ну, я скажу так, что то, что украинское государство, в том числе и по этому вопросу, которое является одной из составных частей общей стратегии по Крыму, значит, никаких решений серьезных не принимало, это правда. Хотя, в последние, может быть, полтора месяца мы отмечаем, ну, в отношении нас, как людей, располагающих большой базой, вот с самого, с весны прошлого года, вот этих судов, которые заходили и заходят в Крым, мы отмечаем, ну, большой всплеск интереса наших украинских спецслужб, самых разных. И нас это радует, мы, естественно, с удовольствием делимся с ними всей информацией, которая у нас есть, и, судя по всему, ведется такая работа для того, чтобы эти пароходы-нарушители задерживать в иностранных портах. Ну, на здоровье, как говорится, там, мы всегда этому поможем. Второе, что, честно говоря, эта работа вот по мониторингу стала достаточно скучной, потому что уже несколько месяцев назад турецкие судовладельцы практически ушли из Крыма, еще до возникновения напряженности между Россией и Турцией из-за сбитого бомбардировщика. Вот, значит, а теперь, ну, само собой, турки уйдут, и не только из крымских портов, но и из российских портов Черного моря в том числе. Вот, остались несколько таких наглых египтян, остались несколько наглых румын, которые, скорее всего, не румыны. И один очень смелый китаец. Да, и один очень смелый китаец. Кстати, по китайцу... Андрей, у нас не так много времени, я прошу прощения, мы сегодня китайца не будем, с ним все понятно, есть уголовное дело, пусть правоохранители узнают, как зовут капитана и делают все, что положено по инструкции. Собственно говоря, мы с вами сделали в этом плане более чем достаточно. Абсолютно. Принесли на блюдечки без голубой даже каемочки. Я бы хотела все-таки остановиться на возможностях защиты наших экономических интересов, которые в этой акватории Черного и Азовского моря, это в том числе и залежи на шельфах углеводородов. И тут вот наш НАФТОГАЗ стрепенулся через почти два года после того, как россияне отбуксировали две вышки Бойко и на их место поставили, как я понимаю, блок-кондукторы и поставили Тавриду, платформу. И вот сейчас эксперты, аналитики думают, что же это будет означать и каким образом Украине защищать свои интересы, потому что мы понимаем, что речь идет уже об эксплуатации этих месторождений и возможной разработкой следующих. И Александр Подубный, наш коллега, журналист и блогер, который с нами сейчас на скайп-связи. Добрый вечер. Александр, мы говорим с вами украинскую чи российскую? Мне не зручнее, что украинская. Прошу. Отже, Александр Подубный вважает, что насправді за цими діями есть намагание Росії расширить свою зону у цей акваторії. И, по суті, в Украине не залишается тут ничего, окрім досить вузького такого коридора в 55 км. Правильно я выкладаю? Так, абсолютно. И, если нам покажут еще карту при цьому, и когда будет Александр рассказать свою точку зору, то, я думаю, что будет зрозуміло нашим коллеглядачам лучше. Дякую. Прошу. Я очень коротко сделаю вступ, что своего часа, с 2008 до 2011 года, я працював в Раді национальной безопасности и области. Я працював, в том числе, с Державным экспертом Департаменту стратегических исследований. И тема Росії не менее чужа, скажем так. А за рік до Евромайдану, уже в якості журналіста, я писав в украинском журналі, який виходить для Словаччини, Чехии и Польши, я писав сценарії, які Росія готує для Украины. Те, что мы сейчас видим, они сейчас реализуются. Так само за рік до сбитого літака Туреччиною и за рік до операції сирійської Росії, допомога посаду. Я писав про фактор Криму, про фактор Криму як військової бази стосовно базування стратегічної авіації. І ми бачили, що в Сирії Росія, зокрема, використовувала, застосовувала стратегічну авіацію, яка базується в Криму. Тобто, тема Росії мені не чужа. І коли з'явилася інформація Державної прикордонної служби про те, що Росія встановлює Тавриду на одеському газоносному шельфі, я зацікавився простим питанням, те, що я призабув, де розташований цей шельф. І мені довелося співставити декілька карт, аби зрозуміти про те, що Росія, діючи абсолютно в безчасний спосіб і іноруючи абсолютно будь-яке міжнародне право, морське право, економічне і так далі, вона просто встановлює зону свого впливу, економічного впливу. Вона забирає зараз ресурси, які є в України, в даному випадку Одеський газоносний шельф. І якщо подивитися на карту, то Одеський газоносний шельф, він з'єднаний з Кримом. Відповідно, це теж, ця нитка газопроводу, вона теж, що прикладено на дно, вона теж є зоною інтересу Росії. І лише питання часу, зважаючи на те, як Росія абсолютно нечесно ставиться до будь-якої країни в світі, це лише питання часу, коли вони почнуть патрулювати цю зону впливу. Якщо ми подивимося на карту, це дуга і підкова, яка фактично підходить до острова Зміїного, 55 кілометрів. А якщо ми ще подивимося на територіальні води Росії, Румунії, і в даному випадку Румунії, то ми побачимо, що для України залишається вузесінький перешийок, виходить на Баспор. Фактично Росія за військової присутності там, за наявності крилатих ракет, за наявності швидкісних катерів, ми знаємо, що Росія там вже базує катерераптор, наприклад, це десантні, на швидкісні кораблі, які здатні перехоплювати, окрім десантування військ. За наявності авіації, Росія дуже легко буде контролювати цей перешийок, і дуже легко буде, в будь-який спосіб, вона може навіть захоплювати кораблі. Морське піратство – це те саме тероризм, тільки на суші, те, що зараз робить Росія на Сході України, в Криму і так далі. Тому очікувати таких дій від Росії можна завжди. І завданням української влади, як на мене, зараз треба абсолютно чітко реагувати не лише дипломатичними нотами на те, що робить Росія, стоїть авридою і так далі. Треба жорстко вимагати від союзників, від військових союзників. Сполучені Штати Америка запрошували прем'єр-міністра України, радників президента, зокрема, помічників адміністрації, глави адміністрації, запрошуючи їх на військовий авіаносець перед візитом. Ми пам'ятаємо цю історію. Я б сказала, перед виборами. Арсеній Петрович там намалювався. Не має значення перед виборами чи ні, але американці показували волю до співпраці, напевно, натякаючи, що вони мають волю до співпраці в військовій сфері. Доповідно, чому Київ не просить, щоб, я не скажу, що авіаносець, але щоб якийсь корабель союзників зайшов і допоміг нам, скажімо так, забрати цю тавриду? Тому що ця тавриду – це не російська, це наша взагалі, це українська. Так, зрозуміло. Так, так. А от Андрій Клименко, який тільки щойно повернувся із Вашингтону, із Нью-Йорку, і де мав низку зустрічей, в тому числі із людьми, які можуть відповісти на те питання, чому б Америці зараз не запропонувати Україні отаку допомогу. Може це бути, Андрій? Може. Я хотів би, ну, в-первых, поблагодарити колегу за те, що він привлёк інтерес вообще к цій темі. Але насправді, будемо так говорити, на Одесському, ми теж писали об цьому, і ще писали об цьому, ще в апреле року. Тобто, що ми насправді маємо? На Одесському місторожді, яке насправді ближче к побережжі Одеси, ніж Крима, стояло дві оських самих вишки Бойко, одна із них Незалежність, другою – Александр Годованець. І вели вони розвідку, обустройство, а потім обеспечивали добычу. І ця добыча нефти і газа з Одесського місторождения, соединённого підводним трубопроводом, йдёт последніх полтора року. В настоящее время… Волі давання добычу величайно? Да, вони увеличивали добычу. Вишки Бойко були захвачені 27 февраля 2014 року, в той же день, коли були захвачені правительственні здання в Криму, і були захвачені тем же 45-м отдельним полком спецназа ВДВ, який захватывав в Сімферополі правительственні здання. І с того времени, вже скоро два року, там постоянно дежурить малий ракетний корабль Черноморського флота Российской Федерации, який їх охраняє. Почему возник шум сейчас? Потому что, а, вышки Бойко, там, закончили свою работу на этом месторожденні, і їх перевели на Голицынське, а оно же Гордеевича, тільки на 2 км ниже, це в територіальних водах України, в районі Крима, Тарханку, северо-западний Крим. Там вони поставили блок кондуктора, тому що газ йдет самотеком, месторождення обустроено, і газ поступає, там вже не нужны вышки Бойко, і за яким-то неизвестним мотивом пригнали туда старую, бурову установку Таврида, ну, видимо, може где-то що-то добурить. То есть шум возник вот из-за перемещения установок, і з-за того, що туда в кої-то веки пришов малоразведанний корабль ВМС Україна і водолазний катер. Вот, поэтому возник шум, це попало в СМИ. Проблема була в одному, що після потери Крима... Он прийшов і що-то сказав? Нет, він прийшов, він зв'язався з капитаном Буксира, який ввел бурові установки, затребував у нього формальних объяснений, списка екипажей. Капитан перепугался, начал кричать спасити. Поїй-то веки зашов, це була демонстрація українського флага, скажімо так. Да, але дело в тому, що... Ничем не закончилось, слава Богу, без стрельби обошлось. До этого времени нас не було, понимаете, якщо б изначально у нас була возможность там поставити сторожевой корабль, да, там с оружием і так далі, то там бы никакой добычі не було. Пытання моє звучало, чи можуть американці зараз цю ситуацію... Чи і немає цієї ситуації? Ситуація є, і колега, опять же, прав. Діло в тому, що в районі острова Змеїний проходит магістральний путь із Босфора на порти там Южного Причерномор'я, Одеса, Іллічовськ, Ніколаєв, Херсон. І це огромна частина українського експорту, імпорту, чути не половина. І тому, який інцидент там, ну, взорвався корабль, натолкнувся на мину, утонул. І не пойдут туда судовладельцы. І тому, конечно, його треба охоронять. Але для цього треба усілювати военно-морські сили України. І ми вже полтора року, ми, не господарська організація, і в останній визіт в Вашінгтоні ми говорили в Конгресі о том, що потрібно военно-морським силам України чи Румынії, чи Болгарії, які в НАТО, що легче, дати принципу ленд-лиза там десяток стоящих на консервации американських фрегадів. З тим, щоб усилить военно-морську компоненту НАТО і України в Черному морі і таким образом збалансувати ось цей дуже мощний рост Черноморського флота Російської Федерації. Інакше, рано чи поздно, вони перекроють дійсно цю морську дорогу. Пане Олександре, виходячи з Ваших, скажімо так, можливостей отримувати інформацію з різних структур державних і спілкуватися з людьми, які ухвалюють рішення, чи є сьогодні це питання на порядку денному української влади, чи немає? Знаєте, боюся, що зараз я не маю вже такої можливості, на жаль. Я не кажу, що я б не хотів би мати таку можливість, але, на жаль, ні. Я зараз працюю більше як журналіст, я збираю інформацію з відкритих джерел, хоча в мене, звісно, є джерела, які не є лише відкритими, про них я не можу говорити, але, на жаль, такі люди, як я, і я знаю дуже багато колег ми не маємо жодного впливу. Тобто, тобто, вам не відомо, щоб це питання сьогодні розглядалося якимащином. Тоді, на вашу думку, що можна зробити для того, щоб воно все-таки встало в порядок денний? Щось має відбутися, там хтось має, дійсно, постріляти, хтось має затонути. Я згоден з колегою, що поки півень не дзьобне, смажений півень не дзьобне, то українська влада не відреагує. На жаль, але українська влада, я зараз поєднаю дещо непоєднувані поняття, українській владі треба звернути на риторику Кремля, яка стосується шельфу Північного льодовитого океану. А Росія демонструє те, як на тому прикладі вона демонструє те, як вона хоче і буде захищати свої економічні інтереси. У випадку з шельфами в Чорному морі подібна ситуація. Просто Росія про це в голос зараз не говорить. Але як тільки Україна спробує, не дай Бог, точніше, дай Бог, але в даному випадку сили неспівзмірні, спробує відвоювати, бодай, шматок позицій, це буде трактовано як загроза російському суверенітету і територіальної цінності. Дякую дуже. Це був Олександр Піддубний, журналіст-блогер, який вважає, що Росія розпочала морську блокаду України і це може загрожувати в тому числі не лише нашим економічним інтересам в плані видобутку вуглеводородів на шельфі Чорного моря, але і самому судоходству в цьому районі і виходу в Середземне море. Дякую дуже, Олександр. Ми продовжуємо з Андрієм. Отже, повертаючись до вашої поїздки до Америки, ви мали дуже багато зустрічей, ви мали можливість задавати питання, не тільки розповідати про те, яким чином відбуваються зараз, розвиваються події на окупованому півострові, що стосується прав людини, що стосується потенції української держави з цього захисту, але й задавати питання для того, щоб зрозуміти, яка ж насправді є позиція на сьогодні в адміністрації США. Нинішній і, можливо, майбутній. Судячи з ваших партійних також зустрічей. Я би подчеркнув два, дві віщі. Ну, перша, і в штабі, в національному штабі республіканської партиї, в національному, в офісі демократичній партиї, і в комітеті конгресу по іностранним делам, і в інших, так скажі, там, містах, де ми общались, говорять одно. Ви нас вже убедили, що Крим – це дуже важливо. Більше убеджджати в цьому нас не треба. Ми вже все убеджені. І це дуже здорово, тому що, ну, це говориться искріння, то є в Соединенні Штатах совершенно чітко понимають все значення, і практичне, і символічне значення аннексії Крима. Це дуже добре. Вони говорять нам, що робити. Тому що, виробити якийсь реалістичний, практичний план того, що робити дальше, цього зараз нет. І вони над цим роботають, але вони і від нас ждуть серйозних ініціатив, які готові підтримувати. І от це вторе, що ми в різних партиях, в різних комітетах Конгреса, з правительственних істочників услышать. Давайте предложення. Санкції? Санкції. Санкції по китайцям? Давайте по китайцям. По портам? По портам. По Сименцу, котрій турбини пытаются левим образом завести для строючихся електростанцій в Криму, давайте по Сименцу. Тобто вони готові, вони відкриті к роботі і всерйозь ждуть наших предложень. І последнє, що я скажу. Їм все рівно, по большому счету, от кого ці предложення будуть исходити. От Банкової, від Грушевського і від громадського такіх тінг-тінг, як наші. Ну, я в самому начальі дожна було сказати, що ви їздили не на екскурсії, не просто для встречи з политиками, а для того, щоб представити в различних аудиториях вже 2-й ежегодний аналитичний доклад ситуація в аналитичному Крыму і стратегія його діоккупції. На сайте Майдана закордонних справ можна знайти полностью цей текст на українському язіке і на англійському, я розумію. І на русському вже. Багдан Яременко публіковав вже подробний отчет, публичний отчет о поїздці с Андреем Кривенковом в США, можна теж це знайти у нього на страничці ФБА, ми не будем на цьому останалися. Единственное, що скажу, що последний раздел вашего доклада аналитичного касається того, ну, собственно говоря, плана на 2016 год. Вот в цій части я б хотела, щоб ми зупинилися подробні, і тоді буде понятні, о чому ви говорили з вашими, з вашей аудиторією в Америке? Главна задача остається прежней. Нужно увеличивать потери государства-оккупанта от содержания Крыма. Санкції приносять очень большой эффект, потому що, якщо в 2014-2015 році так скажем, покрытие собственими доходами, собственних расходів в Крыму составляло там до 25%, то на 2016-й год вони планирують 20% только. т.е. затраты Російської Федерации на содержание Крыма растут, а возможности оккупационной власти в Крыму уменьшаются. безусловно, мы считаем важнейшей задачей сделать точечные секторальные санкции на все, что касается строительства Керченского моста. Мы исходим из того, что Российская Федерация собственными силами построить объект такой сложности не может. У нее нет для этого ни техники, ни технологий, ни опытных компаний и так далее. Поэтому наша деятельность будет направлена на то, чтобы любая компания, которая тем или иным боком причастна к строительству Керченского моста, понимала, что и энергомоста, и, собственно, понимала, что это означает ее включение во все черные списки во всем мире. Она не сможет нигде больше работать, кроме Керченского управления. Вот. И, конечно, конечно, мы будем в этом году, в следующем году будем сами и будем призывать всех наших партнеров к тому, чтобы заняться детально и тщательно всеми попытками инвестировать в Крым, ездить в Крым политикам, художникам, артистам и всем прочим. То есть, все должны, собственно говоря, получить по заслужению с другом, кто нарушает законодательство Украины, принятое в связи с этим. Вот. Ну, и, конечно, если говорить о морской блокаде, мы будем добиваться того, чтобы арестовывать суда нарушителей в иностранных портах. Уже сегодня это стала морская блокада, вот, когда мониторишь ее каждый день, она уже стала неинтересной, потому что, ну, ходят только русские. Да, пора арестовывать. Да, пора арестовывать, да. Понятно. А вот в ваших планах на следующий год, Андрей Васильевич, не числится, что нужно делать в отношении коррумпированных украинских чиновников и политиков, которые помогают оккупантов строя и сохраняя схемы, которые, скажем так, стреляют нам в спину, кроме того, что они зарабатывают на них и удваивают свои активы. Ну, вы знаете, мы же Майдан все-таки из-за кордонных справ. А у них же тоже активы есть за рубежом, Андрей Васильевич. Если бы у нас появился еще Майдан внутренних справ в Украине, это вот было бы очень хорошо. Почему? Потому что мы знаем, что нарушаются права человека не только на оккупированной территории, права человека, граждан Украины с оккупированных территорий Крыма и Донбасса очень часто и массово нарушаются и на территории материковой Украины, свободной территории Украины и бьемся мы, бьемся вместе с нашими крымскими правозащитниками для того, чтобы эти права восстановить и прежде всего прощаясь с этим старым годом мы должны сказать, что завершается он немножечко не до конца с незаконченной историей о нерезидентах по стыдном статусе, который был нам присвоен законом о свободной экономической зоне и имплементирован собственно говоря в жизни в виде дискриминации по территориальному признаку от Национального банка Украины и правозащитники наши крымские боролись с этой дискриминацией в суде они его выиграли статус нерезидента признан незаконным и по сути он превратил сейчас постанову Насбанка 699 в решето тем не менее это решение не выполняется и сейчас уже на 24 декабря назначено заседание суда уже касационной касации и очень неожиданно вдруг стало известно нам от Сергея Зайца который представляет интересы граждан скажем так Украины крымских и является экспертом хельсинского хельсинского спилки справлюдыны казалось что уже на стадии касации вдруг в дело на стороне Насбанка решил вступить приватбанк который многим из нас остался должен я хочу в завершении нашей программы под финал послушать сейчас комментарии Сергея Зайца для того чтобы понять что же там происходит и потом уже мы с вами попрощаемся 24 декабря в 10 часов утра в высшем административном суде Украины состоится рассмотрение касационной жалобы по делу в котором обжалуется постановление Национального банка Украины от 3 ноября прошлого года которым Национальный банк признал крымчан нерезидентами я напомню что признание нерезидентами по сути ограничило доступ крымчан к ряду банковских услуг к открытию счетов получения платежей и так далее чем создало достаточно много проблем 1 сентября этого года Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил нашу апелляционную жалобу и отменил один из пунктов этого постановления которым собственно крымчане признавались нерезидентами вроде бы как ситуация должна была исправиться в связи с этим но Национальный банк продолжает тихо саботировать это судебное решение и сейчас каждый коммерческий банк действует так как он считает необходимым или как он может себе позволить собственно Национальный банк использовал то средство которое у него было в данном случае законное он обжаловал это решение и сейчас состоится рассмотрение кассационной жалобы собственно это решение обжаловали и мы поскольку решение решением наши требования не были удовлетворены в полном объеме и это судебное решение не мешает собственно Национальному банку принять другое такое же или похожее постановление на этом этапе произошло довольно интересное событие кассационной жалобе Национального банка Украины присоединился один из коммерческих банков это Приватбанк Приватбанк по сути поддерживает позицию Национального банка Украины и представил свои пояснения в поддержку именно позиции государства Приватбанк это тот банк не знаю является ли он единственным но это тот банк который не хочет возвращать крымчанам депозит мне известно что многие банки уходя из Крыма рассчитались со своими вкладчиками вернули депозиты и таким образом проблем не возникло этого нельзя сказать про Приватбанк и нам известен целый ряд случаев когда вкладчики пытаясь забрать свои деньги назад получают отказ и Приватбанк кстати совершенно необоснованно но ссылается на это самое постановление Национального банка Украины которым крымчане признаны нерезидентами еще раз скажу это постановление не дает право Приватбанку не возвращать средства с банковских депозитов но тем не менее Приватбанк очень часто именно на это постановление ссылается в связи в связи с этим мне хотелось бы призвать тех кто кого касается эта проблема все-таки продемонстрировать и суду и Национальную банку Украины что проблема продолжает существовать это можно сделать просто придя в суд и присутствуя в судебном заседании в качестве зрителя можно подать заявление о присоединении к нашей касационной жалобе некоторые комментарии по этому поводу и образец заявления я размещу на своей странице в фейсбуке мы разместим на сайте УГСПЛ регионального центра прав человека для того чтобы можно было такое заявление подать что же я думаю эта тема перейдет как наш долг да в следующий год долг нашей долг собственно говоря власти Украины всех ветвей вам они тоже задолжали власти я скажу так я последнее время не трачу время на то чтобы комментировать действия высшего политического руководства Украины вот она уже откомментирована достаточно мы честно говоря вот мы в последние месяцы полгода может быть действуем так как будто их нет и я вас уверяю что поскольку и в Европе особенно в восточной Европе и в странах Балтии и в Соединенных Штатах политики действительно серьезно относятся гражданскому обществу то у нас есть рычаги решения очень многих проблем и без высшего политического руководства Украина пусть они это воспримут как наш новогодний привет мы и без них можем обойтись во многом спасибо большое Андрей Клименко эксперт фонда майдан закордонных справ я прощаюсь с вами до следующего четверга 24 декабря в эфир выйдет последняя в этом году программа вопрос национальной безопасности и в ней мы традиционно подведем итоги нашим материалом нашим расследованием назовем успешные расследования которые имели конкретный результат поговорим о тех проблемах которые нам предстоит решать в следующем году сегодня прощаемся с вами будьте здоровы и информированы увидимся и свято наблажается с горячим сердцем я так понимаю из госдепа мы открываем елочный сезон в нашей студии увидимся всего вам доброго до новых встреч до новых встреч